Едет главный по стране, а страна живет как в кине в 39-м царстве. В смысле, слушайте, вот у кого прорыв за прорывом наблюдается, так это ужом наших чиновников. Пресс-секретарь самодержца Песков тут наметь не высказался, мол, всеобщая бедность россиян является следствием двух войн развала СССР убедительно согласен. Но уже на следующий день выяснилось, что вторая половина президентского толмача, гражданка США, кстати, Навка, получила долю в крымской солевой компании Кооператив Галит, так эта компания называется, и тут же, ну вот так вот звезды сошлись, выиграла многомиллионный госконтракт на поставку производимой Кооперативом Соли для тамошнего Автодора. Ребят, предлагаю только поаплодировать такой прозорливости и предприимчивости амейк-ангел украинского происхождения. Ой, а не Песковский или Шестерки нам ежедневно рассказывают по ящику, что самые плохие люди в мире, желающие уничтожить величие и могущество сверхдержавы РФ, являются как раз выходцами из Северной Америки и бывшей Братской Республики, в которой Бандера имел неосторожность с традицией. Как так? А, я понял. Все эти Киселевы, Соловьевы, Искобеевы тайком от усатого начальника действуют, хотят его дискредитировать, видимо, в глазах россиянского народа. От же ж заговорщики подляну Дмитрию Сергеевичу устроить хотят. Впрочем, мы-то с вами знаем, что это бесполезно Сергеичи, истинный патриот из-за дешево родиной не торгует, то есть не поднимает с колен, конечно же, родину задарма. Начинаем. Начинаем. Привет, я Александр Романенков, и я играю в игру «Викинги. Война кланов» уже несколько недель. Вообще, я не часто трачу время на такие вещи, но тут зацепило, что ли. В «Викингах» есть все, что вы любили в стратегических хитах из двухтысячных. Замки, битвы, караваны. Только теперь это еще и яркая, качественная, современная графика, социальные фичи. Интересный факт. На сегодняшний день в «Викингах» игроков больше, чем жило народу во времена существования самих древних «Викингов». В эту игру играют геймеры всего мира. Вступай в клан, где друзья поддержат тебя в трудную минуту, поделятся ресурсами при необходимости. Игра абсолютно бесплатная. Регистрируйся прямо сегодня по ссылке в описании к этому видео и получай крутой приз 200 золотых монет, а еще предмет переселения новичка. Начни игру с преимуществом. Игра действительно стоящая. Просто попробуйте. А вот теперь серьезно, господа. Пока писал первую часть сценария, меня заинтересовала история этого кооператива «Голица», владельцем которого в конце ноября стала госпожа Пескова-Навка. И слушайте, там так все интересно оказывается. Первое. Заходим на официальный сайт компании. Судя по ценам, которые все еще указаны в гривнах, а также по комментариям заказчиков, предприятие существует несколько лет. Как минимум с 2012 года, то есть еще с докрымно-шистской эпохи, второе. Кооператив весьма себе успешный. Работает в плюс, ну вот, например, данные по прошлому году. Оборот почти 50 миллионов. Чистая прибыль, 3,5 и показатели-то только увеличиваются из года в год. Хотя у меня, если честно, эти цифры улыбку вызывают. Потому что, ну что такое производство морской соли в Евпатории? Берешь воду из моря, выпариваешь, обрабатываешь полученный продукт, продаешь. У меня нет специального образования, навыков и опыта, но даже я в состоянии это сделать. Поэтому никогда не поверю в то, что при таком производстве 90% составляют затраты. Ну да не об этом хотел сказать, а о том, что предприятие, это повторюсь, весьма успешно работало. И тут вдруг, в феврале 18-го у Галита меняются все собственники. Это ж каким надо быть идиотом, чтобы продать супер бизнес, в котором деньги делаются практически из ничего. Дважды идиотом надо быть в случае, если ты вдруг прихватизировал такой бизнес каким-то чудом. А потом зовешь в команду левого человека, жену чиновника. Таня, давай тоже с нами, там тебе и делать-то ничего особо не надо, бабло само на голову сыплется. Ага, у меня только один вопрос, зачем? Тупо захотелось поделиться шальными деньгами. Вообще много таких дураков, знаете? Ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Зато в конце все будет хорошо. Зато в конце все будет хорошо. Хотя у меня, конечно, есть предположение, зачем эта девица понадобилась в кооперативе. Ничего сейчас не утверждаю, но вот смотрите, какая штука получается. Жена чиновника только-только совладелицей бизнеса становится, как предприятию тут же. Веселый госконтракт обламывается почти на 26 лямов. Вот это я понимаю, фиктивная бизнес-леди. Две недели мадам акциями владеет, а уже нехилую прибыль фирме принесла. Такими темпами девушка никому неизвестную компанию из Крыма в лидеры отрасли выведет в обозримом будущем. Ай, молодца! А министром экономического развития страны ее не думали назначить? Потенциал-то у красавицы вон, а какой! Это реальная журналистика. Мечты сбываются не только у акционеров Газпрома. Оказывается, богата земля русская. Нет, украинская. Нет, американская. В общем, самородками в юбках земля богатая это факт. Поехали! А вообще, конечно, Таня Навка мне такую спящую красавицу нашего времени. Напоминает, объясню почему. Если мы вернемся назад лет на 6-8, когда блондинку-фигуристку еще не являлась избранницей главного кремлевского усача, мы увидим, что талантами-то тогда она особо не блистала. Затухающая звезда, которая, чтобы ее не забыли совсем, бегала по разным ток и их ледовым шоу, встречалась с артистами второго-третьего эшелонов, на жизнь себе зарабатывала. Тем, что снималась в рекламе дешевых и зубной пасты, и краски для волос, странного сырного продукта и копеечного йогурта, ну вот. Иногда нужно точно знать. Иногда знать нужно. Например, я хочу точно знать, из чего я... По Москве даже ходили слухи, что Таня, спасаясь от безденежья, назанимала фантиков у элитных дядечек и тетечек. Впрочем, это всего лишь слухи, мы не будем их распространять, и вот однажды. Кстати, уже после начала романа с Песковым спящая красавица очнулась и как поперла у девахи. Предпринимательская жилка в ней обнаружилась да такая, что Ротшильда обзавидуются. Всего за пару лет мадам серьезно поправила свое финансовое положение, обзавелась целой кучей бизнесов и все-то у нее спорилось. Так, по итогам, 15-го года Навка заработала почти 90 миллионов рублей. В 16-м фигуристка задекларировала уже 120 лямов, в 17-м вообще практически 200. Если понятно, что муж-голодранец к успехам девушки никакого отношения не имеет у его декларации, видели даже семью, собирая содержать не в состоянии человек, что за мужик пошел нынче, хотя они там все бессеребрянники, как еще не спились-то от своей несостоятельности. Моя жена талантливейший человек. И это признают все, кто с ней каким-либо образом сталкивался по работе. И она была бы еще более богатым человеком, если бы не была женой мэра. Да-да-да, мы же помним одну такую талантливую. Она еще возглавила список Форбс в свое время среди российских бизнесвумен. Разумеется, что и там супруг-чиновник, который руководил много лет самым богатым городом, самой богатой страны на планете, вообще не имел отношения к успехам благоверной. Правда, вот одна странность затем случилась. Как только с должности мужа-миллиардерши подвинули, ее таланты куда-то улетучились. Но, надеемся, эта история не прописковых, да и весовые категории у двух мужчин разные. Ну, что там, Дмитрий Сергеевич, великий чиновник, что ли? Всего лишь тень главы государства. По сути, второй человек в Кремле, да разве может птица такого скромного полета повлиять на продвижение жены в бизнесе? Это ж не мэр столицы. А пока жены чиновников деловыми успехами блещут, показывая какой-то беспрецедентный рост собственных доходов, сами чиновники в режиме ошпаренной кошки продолжают искать деньги на латание дыр в бюджетах всех уровней. Помните, Путин еще летом говорил, мол, 8 триллионов в стране не хватает, ну, чтобы худо-бедно концы с концами начать сводить? Прошло почти полгода, ничего не изменилось. Я про те триллионы, их как не было, так и нет. Никакие реформы не помогли, хотя старались слуги народные, изыскивали возможности, короче, рвали швы на задние части брюк, как могли. В конечном счете, вы знаете, мы остановились на том, что нам пришлось увеличить налог на добавленную стоимость на 2%, некоторым образом скорректировать акцизную политику, ну, и решить некоторые другие задачи. Но в целом все вот то, что я сказал, это результат грамотного перераспределения источников финансирования целого ряда программ. Конечно, грамотное перераспределение, как неграмотно это? Тех, у кого деньги есть, большие деньги, серьезные, настоящие, освободили от какой-то части налогов, возвращают убытки, связанные с потерями от введения санкций, помогает таким людям государство по полной программе. Ну, а те, кто богато нежели, так и нечего привыкать, видимо. Главное, никогда не забывать, что успехи каких-нибудь навок, батурин, их ротенбергов, ну и так далее, это наши успехи, общие. И Владимир Владимирович нам об этом в своем новогоднем обращении наверняка напомнит, а все остальное от лукавого, который, как известно, сидит в Вашингтоне, ну и помощник его еще в Киеве есть. На фигуристу Таню данное клеймо не распространяется, помним, да? Все. Это была реальная журналистика, сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка на нее сверху больше полезного и интересного. Заходите, подписывайтесь, в соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, темы предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Времени нету. Недели, у нас время идет на сутки, максимум недели. У нас в рамках месячника по благоустройству территории месяца у нас нету. Нам необходимо показать результат. Неделя, максимум две. Этот парень прирожденный политикой. Продолжение следует. Продолжение следует...